всем привет из киева сегодня мне звонила моя родственница пенсионерка из минска которая была поклонницей мирных марш и постоянно корила меня что я ничего не понимаю и так далее она выходила на марши пенсионеров вместе со своими подругами а сегодня в разговоре она призналась что ее подруги боятся говорить об этом вслух но хотели бы вернуть все как было лукашенко им кажется уже не настолько плохи вот по большому счету эта вещь которую следовало бы ожидать и она случается это будет случаться не только с пенсионерами почему я так думаю потому что протест который не несет за собой никакой идеи не способен долго продержать массы любая революция и если бы наши невероятные это знали и немножечко учились и поглощали опыт исторические и последних лет других стран они бы понимали что любая революция не несет за собой благоприятные экономические изменения уж прям сразу всегда становится хуже а если это еще революции и не побеждает плюс ко всему а превращается в вяло текущий процесс от которого людям просто плохо а идеи которая ради которой стоило бы терпеть нет то в итоге мы получаем массу ту которую получаем которая хочет вернуть в прошлое и ненавидит тех кто их повел долгим путем решений самое удивительное в этой ситуации что лука что люди которые шли за новыми лидерами были настолько агрессивны до сих пор остаются настолько агрессивными что национально ориентированную оппозицию как в любом случае всю национальную прослойку они обвиняют в лукашизме и это людей которые десятилетиями были в оппозиции десятилетиями выходили на митинги рискуя жизнью рискуя здоровьем рискуя свободой неважно в общем рискуя обозначая собственную позицию по сути не понимаю что они сами являются в некоторой степени лукашистами потому что лукашизм это не усы и не лысина лукашизм это привычка к вождизму это очень быстрая смена и любовь абсолютно бессознательная без анализа одного вождя которому поклонялись на вождя которому нужно поклоняться снова поэтому ребята предлагают думать предлагаю проводить работу над ошибками предлагаю наконец понять что продержать человека в решениях и позволить ему победить может только национальная идея и четкая цель ради которой он готов рисковать вот так вчера я не сказала о том что телеграм о том что наш youtube канал имеет название которое придумал роман скрыпин это очень важно для меня фонд благотворительное название белорусский майдан придумал айдер муждобаев также мы сегодня запускаем наш телеграм-канал в основном материалы будут от прекрасного журналиста вадима довнара лучше чем он о белорусской тематике не пишет никто я рекомендую подписаться всем он также будет называться на вид онлайн но и тем кто хочет нас слушать кому мы интересны предлагаю слегка нас позаботиться подписываться на нас делиться этим видео ставить лайк подписываться на патреон становиться нашими патронами если же вы хотите просто нам помочь и перечислить немного денег то под этим видео будут реквизиты как это можно сделать всем пока ищем смысла дальше вместе живи беларусь